молитесь на тебя уже будет милостью ко мне грешным создавыми господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй достойно есть я кого истину блажите тебе богородицу присноблаженную пренепорощенную матерь бога нашего счастнейших урывим и славнейшего истину терапим безысления бога слова родиши и сущую богородицу тебя величаем слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскреса измертвы господи иисусе христе сыне божий молитвы ради причистой твоей матери и силы честного желтворящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спасти нас яко благ и си человека любит аминь божьей милостью будет мне грешным создавыми господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй за молитвы святых отец наши господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради боже очисти меня грешного я каникали же благое сотворив пред тобою но избавиме от лукавого и да будет у меня воля твоя да неосужденно отверзну устам и недостойного свалю имя твое святое отца и сына и святого духа ныне и пресно и вовеки веков аминь царю небесный утешителю души истины и живи здесь и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю прийди и вселись овны и очистены от всякие скверные спаси блаже души наши святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые боже святые крепкие святые бессмертные помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и вовеки веков аминь пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наше. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блажа, ангельскую письмо пьемте сильный. Свят, свят, святоси, Боже, Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава, отцу и сыну и святому Духу, отодрая сна, воздвиг мне си, Господи, умы, просвети и сердце, и уснивая отверзивая, иже печете, святая Троица. Свят, свят, святоси, Боже, Богородицу и помилуй нас. Ныне и пресно и во веки веково внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, всеспятая Троица, ко многерой Твоя благость и многотерпение не прогнелся на ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал, если обычно, и, в нечаяния, лежащего, воздвигл меня исти. Воежеутренне, славословите, державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мое още мысленное, отверзи мои уста, поучати со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Те об исповедании сердечними, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся, и приподем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 97-й Псалом Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца его доставили ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою к Иакову и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псаломопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, Вселенная и живущая в ней. Да рукоплещет реки, далекуют вместе горы. Перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную, правильно, и народы верно. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на сегодня велик, и высок Он над всеми народами. Да славит великое страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость. Суд и правду ты совершил в Якове. Превозносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь под ножи Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самоил, между призывающими имя Его, взывали к Господу, и он внимал ним. В столбе облачном, говорил он к ним, они хранили его заповеди, и устав, которые он дал им. Господи Божий наш, ты внимал им, ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Воскликните Господа вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, и во благо Господь, милость Его век, и истина Его в рот и рот. Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дому моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце разращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнем своего изгоню. Гордого очами и надменного сердца не потерплю. Глаза мои на верной земле, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будешь жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искорить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и не изречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня, но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт меня Твоих руки оградой, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда в своей тайной грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атанепречающим, особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хрань мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону починить меня все... Как? ...тело. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким греховым и молить за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычца, Моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Андрей, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария и Господь с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спасает, Бавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила из чеснага Животворящего Креста Господень не остави над грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца моего духовного родителя и сродника благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засимов, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов, Евгений, Александр, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона, и ведь священнище скинущий скичин, иногда еще священник, если угодно тебе. Истинных миссионеров, Господи, пошли, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинствах, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали они мудрые законы, дали достойно жить подданным, дабы было еще уделять нуждающимся, сохранив от покушения на них, Владимира Дмитрия Дональда Рамзана, Владимира Александра Дагена и Маамана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобой, и для всего починам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений. защити наше жилище и сохрани селения от пожара, воров, нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, брати, Господи, болящую Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей, Иосиф, прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими закон твой, сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, всех побуди на проповедь Евангелия всей вселенной, спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгения, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Едру, Рустик, Тимура, Самиру, найди, обрати, да дружествуй их, благослови. Возри на угрозу врагов, смири их, Господи, дабы не творили они пакости делу Божию, и в судный день непоминимых безумия примири их с нами, утиши их злобу и беснования. Посети и воздай добром благодетелям нашим Елену, Людмилу, обрати, Евгения, Наталью, Юрия, Надежда, слава тебе, Божий наш, слава тебе, Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктор, возврати их жилищем, их если угодно тебе. И все наше родство, найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли в исцеление Валерия, Эллариона, Кирилла, Алексея, Игорев, Татьяну, Татьяну, Надежду, Валентину, Валентину, Анну, Валерию, Александру. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава тебе! Сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. Для славы твоего имени благострия трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Вячеслава и Содружества и Семьего. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя! Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, 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 Господь Савову, вся земля полна славы, Аллилуйя! Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволениях. Благодарю, Господь, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидания суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны, как на истину. Аллилуйя! Упокою, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан, ибо нет человека, который живет на земле не согрешил бы. И сотворим вечную память, вечный покой. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя! Господи, благослови всех помогавших нам в путешествиях, благослови Николая и Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Романа, избавь под духа лжи, благослови Никиту, Виталия, дары духовного рождения и желание трудиться в поте лица, дабы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! И не быть должником, взаимодавцем. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши, благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей, предупреждая. Аллилуйя! Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разгущаться от тела и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и введя на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас, научи Господи жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, дабы видеть нуждающихся в нашей помощи, помогать им. Даруй каждому и жилье Гавриилу и Сергею, Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья Елисей, Инох Моисей, Самуила Аарон, Ио, Авель, Ной и Иосиф Патриархи, Ездраниеми, Амос Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Яиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрехи, Пророк Михей, Абрам, Исаак, Яков. Да дарует Господь прощение и дух пророческий. Дабы приход Твой и наши отшествия не застали нас неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серапимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петер, и Павел, и евангелисты, и Матфея, и Марк, Лука, и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Бобедоносец, Поликапс, Мирский, Иустин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкерский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит Господь наследие свое, дабы никто не принял насчертание зверя. Анфиму, Вениамину дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Крымштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь В святой православной вере, А замысля редьков разруши и развеи, И в ничто преврати, А нас помилуй и спаси, Спаси Господи и помилуй, Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара и Катерина перепятую, Татьяна Ирина, Ольга и Елена Нина, Мария и Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акилла, Андроник и Юния, Киприяна Устина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь Послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания, Исправ непокоримость Галины Семейства Ее и Евгении, Надежда и Анна, И прими нашу молитву воздьяния рук, Как жертву вечернюю благоухание, Приятная перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Спаси их и помилуй, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий, Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Ради пролитой крови Твоей Пречистой, Прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, Говорю, Господи, владыка, Слушает и дослышит раб Твой, Слушает и дослышит раб Твой, Слушает и дослышит раб Твой, И благослови Терентий Екатериевна, Тебе Боже слава за все, Аминь. Доброе утро всем. Я спрашиваю, Анатолий здесь? Здесь, да. Доброе утро. Доброе утро. Значит, я как-то не очень тут разбираюсь там, Во всех, кто здесь есть. Вячеслав больше знает. Я говорю, одна из трудных будет у нас папок, Это выступление. Разбор выступлений. Он сейчас приготовил картинки, Которые я буду прилеплять. И он назвал вас. Вот. Поэтому, если что у вас взято, Уже в начале, Папку нужно закончить до 6. Вам слышно, что я говорю? Да, слышно. Я как раз сразу. Да, да, да. И возьмете, когда. Значит, Вот тут-то, видительно, на глазах Сергей Павлович Считает-то. И когда будет считать разбор выступлений, Так, сразу называть. Точно. Глава, стих. Какая тема. И дальше вопрос. А потом ответ. Отвещает. И сразу говорит. Отвещает митрополит Кирилл. То есть, он отвечает. А потом, Начинаю говорить я, Тогда объявляешь. И мои комментарии. Вот так нужно, Чтобы было. Я один раз скажу, Если взялись на какую-то тему, Ну, там, выступление, Которое, Говорит, там, Патриарх Алексей Первый, До Доннышко выбирать. Потому что мне потом Слеплять трудно. Я сейчас столько папок новых. У меня на рабочем столе Не повернешься. Взяли некоторые. Несколько Прочитали. И дальше не идет. Я ее не могу Никуда не убрать. Еще у папку. Кто взял какую И больше нет времени Добить до конца И сказать. Я больше не могу делать. Ну, и все. Ну, раз взялся надо, Накончуешь. Носилки на полпути бросили. Мне это непросто все делать. Тем более, Сейчас делает он, Сергей. Найди, где этот. А не по номерам только видно. Номер не видно. Я с лупой ищу, Куда картинку прилепить. На какой файл. А потом, как положить. Потом отметить. В архив сделать. Сдать. Закончать. Это не одна, не две. А 55 папок. И сколько людей. Ничего лишнего, Когда пишете, не писать. Вот сейчас кто-то пишет. Пишет-то. Ну, он видит, Под каким она номером идет на этой. Ну, в нашем библейском сайте. Этого не надо делать. Оно мне ничего не говорит. Только тремя буквами обозначить Папку. Название ее. Грех. Грех. Там грех, понятно. Священники. Сэвачи. И больше ничего не надо. Какой том не надо. Внутри она уже будет названа. Мне чем длиннее будет у вас. Но она длинная, Она не обрубит. Кратко выраженное содержание. Это уже она за вами стоит. Вы не говорите название. Два-три слова. Потому что налепили других-то слов. А она система не пропускает. Мне надо выходить из системы. Заново находить папку. И послушать о чем там говорится. Чтобы озаглавить. Мне это не посильно. Я никуда на улицу не выхожу. Вот сегодня я попозже встал. 20 минут второго. И все. И до самого сна пока не отойду. Но надо это сделать пока я здесь. Если меня не будет. Это главное сокровище наше. Вопросы и ответы. Их не окончить. Никто не будет делать. Сейчас в начале нужно усиленно. Где надо сократить в других местах. Возможность здесь быть. Закончить. А это одна из трудных тем. Вот это разбор выступлений. Раз Вячеслав на это дело посмотрел. Да Бог благословит. Я всем говорю. Кто начал. Закончите свою папку. И дайте знать. Больше у вас нет времени. Ну и. Это твое дело. Но закончить надо. А на меня папка лежит. Я никуда не могу деть ее. И. Просто необходимо закончить. Мы делаем не для меня. Это делаете. Для Бога. Сегодня посещение. Посещаемость самая малая. Ну. Малая то малая. Но. 45 миллионов просмотров. Это тоже. Не на задворках. Потому что это духовная. Она духовная. Притем. Стоит. Насчитанная мной. Или. Проповедь златоуста. Неделя. Вторая. Третья. Прошла. 15 человек. Но 15-то человек. Духовного искали. Тут не надо на это смотреть. А другой там какой-то блуд показывают. С первого дня. Полтора. Три. Пять. Потом смотришь. Десять миллионов. А что? Да ничего нету. Глазей. Это они ничем не заняты. Ничем не заняты. Хорошая кузница сатаны. Отошел. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 16. Вопрос 3077. Вам не кажется, что кто-то умышленно ввел к уничтожению зарубежной православной церкви и провоцировал ее на неумные акции? Отца Дмитрия Дудко поддерживали на Западе. А он так и не порвал с патриархии. А потом стал прославлять Сталина. Неужели никто там не видел, к чему приведет их путь обредоверия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне о том писали 15 лет назад из-за рубежа. Было и такое. Но главное в том, что патриархия и зарубежные ничем и никогда не отличались в основном друг от друга. Нет повсеместной всеми проповеди о Христе. Нет любви к Библии. Нет понятия о рождении свыше и водительстве Духом Святым. То же самое пришло на замену главному. Храмы, мощи, иконы, чудеса, канонизации. Вот как рассматривать можно эти вопросы. Из интернета. Цитата открывается. За кавычки открывается цитата. Фигура патриархийного, в кавычках, диссидента отца Дмитрия Дудко в 70-х годах явилась тем камнем преткновения, который окончательно показал различное отношение к теме патриотизма в самой РПЦЗ. Первые, подобно свидетелю Филарету Вознесенскому, наставили на необходимости верности РПЦЗ патриотизму новомучеников, патриотизму катакомбной церкви и небесной России. Их оппоненты, в первую очередь архиепископ Антоний Женевский, чьим протеже, по сути, и являлся отец Дмитрий Дудко, настаивали на необходимости, цитата, иметь то, что имеешь. И говорили о том, что, в кавычках, русский народ, цитата, даже и в МП сохраняет Божью благодать. В случае с русским патриотом отца Дмитрия Дудко РПЦЗ столкнулась с настоящей и хорошо организованной духовной провокацией. С провокацией, которая имела уже в 90-е годы продолжение в виде союза епископа Варнавы с патриотической организацией «Память» и другими подобными структурами, вовлеченными в контакт с РПЦЗ, с провокационными целями для ее дискредитации и провоцирования в ней духовного раскола. Провокациями, которые продолжаются по сей день через патриотическую риторику французского духовенства, которая в 70-е годы не уставала восхищаться Дудко и печатать его труды, а ныне, много лет спустя, даже видя, к чему привела подобная политика, большую часть зарубежной церкви принципиально не изменила своих экклесиологических позиций. Но карты раскрылись, и мы можем видеть плод подобного патриотического подхода в прямых апологиях Сталину, которые создает ныне сия знаковая фигура, этот сергианский лжесвященник, лучший из лучших и достойнейший сын России с точки зрения изменников веры святых. Сейчас мы снова можем убедиться в том, кто именно исторически был наиболее преемственен всему курсу первоирархов РПЦЗ, митрополита Антония, Анастасия и Филарета, и кто, напротив, продолжает не делать выводов из цепочки собственных предательств данного курса, дорожа своей молитвенной связью с великим удерживающим и авовой зарубежной церкви архиепископом Антонием Женевским, кто продолжает, вопреки сону чистых и предельно внятных голосов российских святых, тянуть обломки РПЦЗ в бездну сергианства и ложного патриотизма, окончательный и бесповоротный путь в омут духовного небытия для РПЦЗ. Свидетель Филарет Вознесенский из письма о деле отца Дмитрия Дудко, 1080 год, цитата. Когда митрополит Сергий обнародовал свою преступную декларацию, от Советской Церкви сразу отделились верные чадо церковные и создалась катакомбная церковь, а она в свою очередь анафематствовала официальную церковь за ее измену Христу. И вот в этой-то церкви лукавнующих протекала деятельность отца Дмитрия Дудко, который в печати прямо заявил, что с Советской Церковью не порывает и остается в ней. Если бы его духовные очи были открыты, и он видел истинную природу официальной церкви, то, вероятно, нашел бы в себе мужество сказать, цитата, «Возненавидях церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду». Осмелится ли кто-нибудь утверждать, что Господь и Его благодать пребывает в церкви лукавнующих, которая восхваляет Его осатаневших врагов и сотрудничает с ними, которая за это находится под двойной анафемой, как указано выше? Может ли быть благодатная церковь, которая объединилась с богоборцами? Ответ ясен. Архиепископ Антоний Женевский Открытое письмо к отцу Дмитрию Дудко, 1979 год, цитата, «Спешу утешить вас тем, что часть русской церкви, свободная за границей своей родины, никогда не считала официально признанную в СССР московскую патриархию безблагодатной. Мы никогда не дерзали отрицать благодатность официальной церкви, ибо верим, что таинство, совершаемое священнослужителями ее, суть таинства. Поэтому наши епископы принимают зарубежную церковь ваших священнослужителей в сущем сане». Ниемя 1.8 «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народу». Оставили чистое слово Бога Живого и судят об одном деле архиереи совершенно по-разному, и не совсем, и не во всем верно. Деяние 27.21 «Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Московская патриархия плоти от плоти и костя от костей тоталитарного сталинского режима. Лука 6.40 «Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Исайя 28.7 «В видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Подозрительность – великий недостаток, неверие, сомнение в чем-то и кому-то. И если вы встречались с ней когда-то, то знайте, что станет не до шуток. Мы слышали, что Ева первая вошла в реку сомнения, и не кому-то, к Богу. И жар любви сердечной превратился в шлак, сам семиглавый змей опутал бедные ноги. Быть может, с подозрением и Адам в слова жены вдруг поумевший крик вникнул. От дерева познания добра и зла к постам, к канатам будущим оттуда тянем нитку. Из подозрения шальная в злобе ревность, страшнее ада, жуткая, как смерть. Еще вчера, обнявшись, дружно грелись, но взорвана котельная, гора золы теперь. Давид, геройствуя, старался для отчизны, впрощуя искусство с камнем заложил, но царь Саул через иную призму рассматривал победу и точил ножи. Девицы, женщины, воспели в хороводах красавцу-пастушку хвалебный гимн. Ладья царя неслась через пороги, пока до времени в той лодке был один. Но подозрительность осталась на века, в примерженцах, кормящихся достойно, не дрогнула у ирода рука, с ног подозрительности и поныне тонет. Открытость и доверие к друзьям, рассказы о поездках заграничных, сближают и роднят, иначе и нельзя, приходится рассказывать нередко и о личном. Святая инквизиция, гестапо КГБ, по подозрению хватали, признания добивались. С крестом, с панагией и в галстуке кобель, рычал, хватая, позабыв про жалость. 2 апреля 2006 год. Игнатий Лапкин. Интересно. Сходил в город и подхватил сопли. Ложусь спать, нету, потому что боком. А тут давление. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 16. Вопрос 3086. Как могло случиться, что православный священник, отец Дмитрий Дудко, сам же сидел в сталинских лагерях и видел все своими глазами, а потом открыто выступал в защиту советской власти и восхвалял даже Сталина? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можно отнести к человеческому страху за себя и за семью. Такое было в истории и не раз. Но думаю, что главное именно в сути и в духе московской патриархии. Она была образована Сталином Иберией, то есть демонической силой адского зла. Но все, кто не пободрствовал, попадают под водительство этих жабьих духов. Откровение 16.13. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Вот что он писал, не стыдясь. Молюсь за упокой души Сталина. 2002 год. Цитата. Сталин, мне кажется, человеком, который сумел овладеть революционной стихией. Ведь революция стремительно надвигалась и ее ничем нельзя было остановить. Но какая должна быть гениальность у этого человека, который сумел ею овладеть и дать ей правильное направление? И мы в дни перестройки видим, что оставшиеся коммунисты, многие настоящие патриоты и близкие к православию, а некоторые стали и православными. Чего стоит выражение Зюганова? Россию из кризиса можно вывести только путем православия. Западная мамуна неприемлема как для православных, так и для коммунистов. Так же и нашествие всяких сект. В силу всего этого он уже должен быть верующим человеком. Но по порядку, как я об этом думаю? Я неожиданно и непонятно для себя стал к нему относиться уважительно. Я ведь, как и все, на него смотрел критически. Так получилось, что я к нему повернулся такой стороной, не могу объяснить себе. У меня нет веских доводов, а что есть, сразу могу разлететься от чьих-то более сильных. Не могу, а могу. У меня нет веских доводов, а что есть, сразу могут разлететься от чьих-то более сильных. Но вот я к Сталину отношусь хорошо, даже молюсь за упокой его души. Правда, иногда что-то тревожит. Можно ли? Ведь он числился в безбожниках. Но не останавливаясь на этой мысли и продолжая молиться за упокой его души. Я молюсь из-за чекистов, ведь это его детище. И они сейчас, хотя и есть среди них предатели, оберегают страну от окончательного развала. Например, президент Путин. Маршал Васильевский говорил определенно, Сталин верующий человек. Рассказывают такой случай. Сталин спросил у него, а как твой отец? Он что-то ответил, не моих взглядов вроде мракобес. Сталин сказал, родителей не надо забывать. После такого разговора его отец стал получать помощь. И когда сын встретился с отцом, тот решил, что он помогал ему и стал благодарить. А Васильевский сделал предположение, что помощь отцу посылал сам Сталин от его имени. Ибо он сам все-таки боялся посылать. Сталин – неразгаданная личность, притом гениальная. У него ничего случайного нет. Даже культ личности не случайен. Ибо этим он хотел заменить до времени понятие Бога. Сам же славы он не любил. Он защищал людей, но так незаметно. Сталин Шолохова спас от смерти, да и многих других. Это должно раскрыться. Мы забываем, что он создал крепкое государство. А это большая защита людей. Вот сейчас нет крепкого государства и как все мучаются. Так что Сталина еще придется разгадывать и разгадывать. И наше это доброе предположение какая-то капля в разгадке. Был ли он революционером, даже коммунистом, можно поставить под вопросом. Солохин пишет, что он последние пять лет просто подписывался из Сталин. Он обладал большой скромностью и был бессеребряником. После смерти у него не нашли средств даже на похороны. Знаю, что эти мои предположения могут не понравиться. Но здесь нет никаких задних целей. Тем более, что я при Сталине сидел. Кстати, даже в лагере была забота о человеке. Законную байку всегда выдавали. При современных картинках даже зарплату не выдают. При современных критиканах даже зарплату не выдают. Есть о чем подумать. Мне случайно Сталин... Не случайно Сталин учился в духовной семинарии. Он из семьи верующих. Мать его, которую он всегда навещал, никогда не теряла веры. Значит, и он поступал в семинарию по убеждению. Но, видимо, жизнь верующих толкнула его примкнуть к революционерам в поисках правды. Из дневника Рот 1922 года, из книги «Перестройка» или «Квадратный корень числа» «Москва. Форум». Как я заметил, у нас в России подвергаются осуждению те, кто имеет государственное направление. Государственность причисляется к какому-то пороку, преступлению. Так осудили государственника Ивана Грозного, расширившего границы России, обвинив его в жестокости. Хотя стоило бы задуматься, мог ли молиться за всех казненных жестокий человек. Не есть ли здесь акт любви. Как это ни странно, за многие годы за Ивана Грозного подали голос только Сталин и в наше время митрополит Иоанн Санкт-Петербургский. Также осудили святого Иосифа Володского, победившего ересь жидовствующих и, может быть, надолго удержавшего духовный разброд России. Он тоже в лице судей оказался жестоким, хотя был добрейшей души человек. Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами воочию можем увидеть, какое преступление есть без государственности, какое благо государственности. Как ни кричат, что в советское время много погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно, безвестно, ни в какое сравнение не идет та гибель. Ведь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает. Был бы Сталин, не было бы такой разрухи. Но эта реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения, а мне предстоит с духовной, поскольку я священник. Начну сразу с вопроса. Скажите, пожалуйста, когда было больше обездоленных, заключенных, пусть и не в тюрьмы, когда преступность и безвранственность имела такую свободу на улицах и на телевидении, в печати и без печати? Когда еще в какие времена весь народ, за исключением немногих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную экономику в угоду более сильному соседу? Но как все это, что я говорю, сообразовать с христианскими понятиями, спросят у меня? Христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Ведь при сталинском деспотизме все было опутано атеизмом. Атеизм был везде и всюду. Но, видимо, не случайно философ Н. Бердяев говорил, атеизм – это дверь к Богу с черного хода. И мы сейчас видим, как многие атеисты стали по-настоящему верующими. Я никогда не забуду, как один высокопоставленный атеист-коммунист мне сказал, что хотя он и коммунист-атеист, но воспитан на православной традиции. Да, как не покажется странным, но в русском атеизме, социализме есть и православная традиция, поэтому коммунистическое движение в России вписывается в русскую историю. Это часть нашей истории, которой не вычеркнуть. А вот будет ли сегодняшняя демократия частью нашей истории, хотя бы потому, что она, не посоветовавшись с Западом, ничего не предпринимает? Это чуждое явление для России. Сталин был деспот, да, но он был ближе к Богу. Хотя бы потому, что атеизм – дверь с черного хода. Демократы, как не объявляют себя верующими, они верующие только в золотого тельца, в бизнес, в мамон. А в Евангелии прямо сказано, не можете служить одновременно Богу и мамоне. Теперь я хочу припомнить, как наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богодатным вождем. К ним присоединялись и другие, допустим, такие, как крупный ученый и богослов архиепископ Лука Война Ясенецкий, кстати, сидевший при Сталине. Но это не помешало ему назвать Сталина богодатным. Богоданным. Да, Сталин нам дан Богом. Он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца развалить. И поверженные ее боятся хваленные капиталистические страны. И то, над чем смеялись постоянно, вставил, мол, решетку. Мол, царь Петр прорубил окно в Европу, а Сталин закрыл ее. Значит, правильно сделал. Мы далеки от мысли, чтобы не сообщаться с Западом. При нем мы не видели такого морального разложения, такой преступности, которую видим сейчас, когда выбросили эту решетку. Как негодько сказать, но решетка на Запад нам необходима. Это благо для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России, как святой Руси, богоносной страны, если хотите, третьего Рима, в лучшем смысле этого слова. А четвертому не бывать. Это тоже верно. Есть у Сталина такое выражение. Прошлое принадлежит Богу. Богу с большой буквы. Как это понимать? Прошедшее устарелое или прошлое, вся наша земная жизнь, настоящая, ведь только в иных мирах. А я думаю даже так. Под прошлым можно понимать то, что предоставить можно только для суда Божьего. Божьего. Бог только все может рассудить правильно. Мне отмещение и аз воздам. Наш суд это просто суд человеческий. Это в лучшем смысле слова. А вообще наш суд субъективный, эгоистический, только для себя. Так что если с божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом хранимый, об этом свидетельствуют даже его противники. Давайте, наконец, хотя бы разберемся вот в чем. Если бы победил Троцкий с его перманентной революцией, мы бы уже давно оказались на самом деле, а не по названию, как при Сталине, винтиками. Все бы были трудовой армией для каких-то темных сил. Но именно Сталин доказал практически, что социализм можно построить в одной стране. И сохранил Россию. Да, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. В этом нам предстоит еще разобраться. Поэтому я, как православный, христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину. Чур перекрестись. Да, я это слышу, кому кланяешься? Мол, не антихристу ли? А вот вам я задам вопрос. Антихрист придет от атеистов или верующих? В том-то и дело, что от верующих на Библии будет клясться. Поэтому я утверждаю, как по Евангелию. Один сказал, пойду, и не пошел. Другой сказал, не пойду, и пошел. Сталин с внешней стороны атеист. Но на самом деле он верующий человек. Это можно было бы показать на фактах, если бы не рамки нашей статьи. Не случайно в русской православной церкви ему пропели, когда он умер, даже в вечную память, как случайно не могло произойти в самое... так случайно не могло произойти в самое, в кавычках, безбожное время. Не случайно он и учился в духовной семинарии, хотя и потерял там веру, но чтоб по-настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем. Но самое главное все-таки, что Сталин по-отечески заботился о России. И поэтому Сталин, по крайней мере, для меня законным образом стоит рядом с Суворовым. Священник Дмитрий Дудко Правда.ру 11 ноября 2002 года Деяние 12.21.24 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями и умер. Слово же Божие росло и распространялось. Римлянам 1.32 Они знают праведный суд Божий, что делающие так дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Откровение 9.19 Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Серахова 10.15 Не одобряй того, что одобряют нечестивые, помни, что они до самого ада не исправятся. Галатам 2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Брат Аарон, зачем на поводу у прихоти и прихвостни быка пошел? Ты мог навек засесть в аду, поджаривать свой зад, свои бока? Ты архипасты, Сергию не друг, как мог закваситься тогда его закваской? Пробил пробоину и затопил свой струк, погряз старообрядческую ряску. Ссылался на народ, исчезновение брата, и вылил иудеям на века тельца пойдет резня, неистовая драка, заварит чай из золота пыльца. Брат Аарон, на патриарший трон под именем Христа под желтой ризой с пятиконечной звездой под твой уклон кодильницы гремящей на тризнах. Голени перебитые в колени, в ливийном под византийской кущей их подопрет к ногтю товарищ Ленин, так повелел им Иегова сущий. Соблазном Аарона нет числа, канонизируют и мощи от сожженных, чужим огнем сынов сожгут дотла, сгорят их отроки и так же жены. О, Аарон, под маркой чернецов, твои идеи вновь неизбывный вам нести урон, зрим плевелы в амбарах, не золотое ржито. 8 апреля 2006 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 17 вопрос 3146. Когда я однажды спросила дочь священника, почему они переезжают в другое место, она ответила «Папа нас так научил, что нужно брать или все, или ничего. Как это понимать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это поповский принцип жизни. Но они никогда и нигде всего взять не могут от жизни, потому что предела всего никто не знает и будут как старуха у разбитого корыта. А вот что ничего они не имеют, в этом легко убедиться, если будешь жить рядом с такими. Нужно работать в пути лица и не раз в год потеть, а ежедневно и постоянно. Бытие 3.19 В пути лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Иметь все, здесь речь идет о потребительском брюхе, а не о бессмертном духе. Притча 30.15.16 У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. А чтобы уметь быть жертвенным и помогать другим, созвать к себе на обед у таких пожирателей чужих благ нет ни средств, ни широты сердца. Деяние 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сирахова 32.21. Немногим довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не страдает одышкою на своем ложе. Притча 28.27. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Сирахова 21. Ни во что ставящий малое, мало по малу пойдет в упадок. Или все или ничего поговорка жадных с претензией на оригинальное безделье. Им не следует ничего давать, когда они в силе работать, так как сколько бы ты им и не давал, они будут претендовать на все твое. Нужно научиться благодарить за самое крохотное благодеяние тебе и помнить его, а зло даже самое великое испытанное тобой постараться забыть. Тавита 4.8.11 Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты спасешь себе богодатное сокровище на день, ты запасаешь себе богодатное сокровище на день нужды, ибо ты запасешь себе богодатное сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Авантюрный сын Давида Ависалом на короткое время захватил престол благословенного отца псалмопевца, но потерял вскоре все. Давид же не имел ничего и скитался по горам, не посягая даже на малое отца ООО. Ленин заглотнул все, но подавился и сдох маразматиком. Советский Союз посягал на тишину во всем мире и развалился, как истлевший балаган в тихую погоду. Притчи 25-16 Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Иеремия 51-44 И посещу вилла в Вавилоне и сторону из уст его проглоченная им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. На нас с надеждой смотрит утром кошка и ластится и трется под ногами. Прирученным без нас жить невозможно, дадим ли хлеба или бросим камни. И наше малое земное прохождение зависит от Творца, отнюдь не от планет. Он вовремя дает дожди и саваном оденет, нечаянно захваченным приходится краснеть, зависимы от множества причин погодных, политических, семейных, не просто одичавших приручить к тому, что Богу нет иной замены. Незримый Бог творит во тьме утробы, как молоко в начале и творог, и ноготки на и ноготки на благовестия ноги, на проповедь язык влагает в рот. Все он, все он, творец и архитектор, до филигранности рассчитывает нервы, компьютер в голове с кардиоцентром, и главное, был человек бессмертным, и главное, был человек бессмертным. И как не славить за себя Христа, спасение даром дал любвеобильный, растленным, нам он повелел восстать, но никого он не влечет насильно. Мы видим то, что рядом бок обок, сочувствуя чуть-чуть лишь единицам, Христу же жаль нас всех, хотя он Бог, за каждого кровь алая струится. Зависимы мы в малом и в большом, шлем благодарность, то осознавая, особенно за то, как спас, нашел, взывай и верь, что он придет за вами, как хорошо не одиноким быть, покров Иисуса от любой напасти, нас сможет беззастенчиво микроб убить, свеча недогоревшая погаснет. 26 мая 2006 года Игнатий Лапкин 1 срочи сегодня не питал в свое время. И все это за 9 лет было сделано. Как сейчас вспомню, на костер, даже на костер время не уходило. Купать за 3 года ни разу не скупался, и на костер не сходил. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком Тема Священства Том 17 Вопрос 3181 Известно ли вам обращение Евтихия к пастве насчет объединения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Знаю не лично от него, а прислали люди. Здесь разбор его можно, но много времени это отнимет. Будет ли слушать до конца? Будет ли сделать но много отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Знаю не лично от него, а прислали люди. Сделать разбор его можно, но много времени это отнимет. Будете слушать слушать до конца сами выдержки из послания жирным шрифтом. Кавычки открываются. Русская зарубежная церковь взяла направление на каноническое и евхаристическое общение с московским патриархатом. Кавычки закрыты. Далее Игнатий Тихонович комментирует епископа Ифтихе. Когда взяла? До этого твердила, что ни о каком курсе на объединение и речи нет. Но страхи после 2000 года, после Октябрьского переворота улеглись и теперь уже не скрывают стать полновесными сергианцами и членами экуменического блудодейства, когда их туда никто не гонит. Еще цитата Евтихия. Что же касается отказа от декларации 1927 года, то он совершается постепенно. Главные вехи такого отказа это прославление сомнанного мученика вкупе с царской семьей и принятие новой социальной концепции в 2000 году. Игнатий Тихонович Простите, но отвечать не хочется и не из-за неуважения к вам. Такое мерзопакостное предложение сляк полкурочкин, что только взахаешься. Да где же совесть-то? Да кто и когда постепенно поэтапно выходил из предательства? Приносившие жертвы идолу коммунизма, кидавшие молитвенный фимиам сатанистам Сергей, подряд ошибки не кидавшие, а кодившие кодила. Да, да, да. Приносившие жертвы идолу коммунизма, кодившие молитвенный фимиам сатанистам, развозившие заразу коммунизма по всему миру и должны каяться в том кровавыми слезами пред всем миром и впредь не помышлять быть пастырями, будучи по природе волками бешеными. А Евтихий вроде бы как увидел, что отказ от сергианства и в том виден, что благословляющие ныне убивших царя ставят ему памятник, канонизируют. Безумие поразило скрюченный разум лицемеров. Евангелие от Луки 11.46 Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Третья Маковейская 2.24 От отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа и избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения. Курочкин Я с удивлением узнал во время соборов, что даже ярые противники единства с московским патриархатом за рубежом уже убрали из своих претензий проблему сергианства. Мне остается засвидетельствовать, что проблема сергианства уменьшилась благодаря сумме перемен в московском патриархате до такой величины, что уже не может претендовать на размер проблемы, оправдывающие разделения. Вот таким образом устраняются причины, которые могли бы вызвать смущение в восприятии курса русской зарубежной церкви на каноническое общение с московским патриархатом. Игнатий Тихонович Лапкин комментирует. Вот таким образом оказывается покаяние можно вычислить по сумме перемен. Это разнозначно тому, как если бы живущего в нераскаянном пребальдеянии пожелал оправдать епископ и привел бы в защиту сквернаться то, что он стал хорошим семьянином, что уже народу много дает и отстроил добрые хоромы. А более всего то, что законная жена оставила своего законного мужа в покое. Причины же греха устраняются только искренним и полным покаянием без малейшего самоправдания и невозвращением к оставленному греху. Плач Иеремии 1.2.5 Горько плачет он ночью и слезы его на ланитах его нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему сделались врагами ему враги его стали во главе неприятели его благоденствуют потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага ни малейшего оправдания какими-то обстоятельствами. Иеремия 4.20 Сознаем Господи Иеремия 14.20 Сознаем Господи нечестия наши беззакония отцов наших ибо согрешили мы пред Тобою Даниила 3.29 Ибо согрешили мы и поступили беззаконно отступив от тебя и во всем согрешили Патриархия должна бы объявить митрополита Сергия Острогородского узурпатором вором и предателем и принести покаяние за сотрудничество с дважды анафематствованными за мировую ложь что твердили всему миру что в стране ужаса и безбожного мрака якобы не было гонений на искренне верующих против такой лжи патриархийных волков опьют невидимые миллионы убиенных а эти бесстыдники из МП продолжают отравлять ложью души простецов не преступники а бесстыдники а эти бесстыдники из МП продолжают отравлять ложью души простецов и теперь подпевают этим слугам дьявола новые прихлебатели вот таким образом до конца отвердили что и в мыслях о синодах не было пойти на сближение с МП а тут такую нечеловеческую активность развили что впора спросить да есть ли верующие в синоде смущение переросло в неверие епископам а тем и дело нет догибнущих задача жаждущих объединиться с падшими на их условиях стоит не в возрождении церкви и душ прихожан а только в документах которые ни одной души изменить не могут как бы вражда и тупость так как была вражда и тупость так и останутся во всем обращении ни разу не поминается имя Христа ни намека на то чтобы убедить несогласных на основании Слова Божия почему только потому что Христос и Библия тут вовсе ни при чем это дело возня начато в недрах структуры имеющие замысел устранить обличающий глаз растворить его под жерновами злобных епископов этих лютых волков по слову Павла подобных обращений к пастве не получали нигде но только в России почему еще до начала работы собора постоянно звучала тревога МП о приходах РПЦЗ на территории России и причина только одна устранить обличающий глаз Курочкин после этого для российских приходов русской зарубежной церкви наступит переходный период он с точностью тоже пока не определен официально скорее всего речь может идти о пяти годах Игнатий Тихонович Лапкин Переход Переходной период умерщвления рассчитывает дьявол уже две тысячи лет да мало что успел Сегодня архиепископ Марк и иные делатели неправды говорят о роковой ошибке прошлых лет открытии параллельных приходов на территорию России А в действительности это было самое великое быть может дело что сделало что сделано РПЦЗ за последние 20 лет Курочкин Цель этого периода дать возможность духовенству и приходам определить свое место в епархиях московского патриархата чтобы не сразу в один момент оставить наши приходы перед местным церковными властями с которыми в некоторых случаях сложились неприязненные отношения но постараться помочь им исправить эти отношения и найти приемлемый для продолжения пастырской и приходской деятельности вариант существования в епархиальных структурах московского патриархата Игнатий Тихонович Лавки Цель этого периода определять свое место не перед Христом а в епархиях неканонического патриархата основанного Сталином и Берией разве верующий может так издеваться над верными установлениями церковным над верными установлениями церковным и толкать в погибель тех кто ему доверялся это напоминает бандитские разборки когда вернуть утраченное доверие можно только тем что перережешь всех родственников и покажешь снимки убитых тогда тебя примут снова свою структуру преступный дух вошел в беззаконные уста и будут торжествовать под беду над жившими в мире и притыкают все время для большего эффекта канонизацию мучеников царского семейства что вроде бы это как-то повлияет на русский народ бред тяжелобольных или циничных изуверов и насмешников Сирахова 7.9 и бывает друг который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему Сирахова 38.2 не если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращаются во врага Курочкин этот процесс требует индивидуального подхода некоторые священники возможно выберут для себя другое место жительства а иным совсем не потребуется дожидаться конца срока переходного периода и они сразу же после заключения актов общения с московским патриархатом готовы будут безболезненно влиться в состав местных епархий комментирует Игнатий Тихонович Лапкин готовы те кто никогда и ничем не отличался от патриархийных беззаконников в современной епархии патриархата есть безраздельное и беззаконное господство архиереев злобных и коростолюбивых попов невежественных в истине подлый способ проходили собрания по общинам потом ипорхиальные везде говорили о покаянии патриархии в экуминизме в сергианстве в нарушении канона и вдруг сами же зарубежные епископы все эти нерешенные вопросы обусоливают так что так будто бы их никогда и не было гнусно и подло умерщвляют доверившихся им бывших под их защитой кто будет покинутых находящихся в юридистве РПЦЗ на территории России оплакивать кроме Давида 2 царств 3333 и оплакал царь Авенира говоря смертью ли подлого умирать Авениру Сирахова 47 6 Он воззвал ко всевышнему владыке когда со всех сторон стеснили его враги и великий Господь услышал его Курочкин на вражде и самомнении ничего угодного Богу создать невозможно Игнать Тихонович Лавкин Действительно хочешь сильнее уязвить противника укоряя его в собственных грехах Ни во что ставят мысли дела и решения предшествующих иерархов РПЦЗ в сумасшедшем самомнении и думают что-то великое сотворить Курочки Теперь я имею счастье исполнять свой архипастерский долг в Богом данном мне грешному мире со своей христианской совестью Игнатий Тихонович Лавкин Главное дело обращаться к совести А, простите славное дело обращаться к совести Но если жить не по слову Божию то совесть может утянуть на дно адова и не осудит при жизни ни разу Соединение в таком бешеном темпе может быть делом только бессовестных обманщиков говорящих сегодня утром одно а после обеда другое Задача и долг архипастеря довести до царствия небесного овец а не кинуть их озверелым предателям и сутенером 1 Тимофея 4.2 через лицемерие лжесловесников сожженных в совести своей Курочкин Прошу вас дорогие пастыри братья и сестры добросовестно приложить свои усилия к поддержке созидания богоугодного единения Прошу всех более пребывать в молитве чтении писаний в размышлениях о Боге нежели в сомнениях спорах обсуждениях и осуждениях священном начале Богоугодного объединения здесь и не предвидится на один час и о том молимся чтобы поскорее Бог открыл глаза прелещенных велиаром чтобы они полной чашей испили от тех кому прильнули заискивая перед лукавствующими 2 Парлипомино 29.8 и был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим и он отдал их на позор на опустошение и на посмеяние как вы видите глазами вашими 3 Ездра 16.70 кто будет единомыслен с ними тех подвергнут они по смеянию по ношению и по пранию премудрость Соломона 12.25 посему как неразумным детям в посмеяние послал ты им и наказание премудрость Соломона 12.26 но не вразумившись обличительным посмеянием они испытывали заслуженный суд Божий Курочкин пусть никто не усомнится в богоугодности этого дела Игнатий Тихонович Лапкин Бессмертную единственную душу просит верить тому кто может быть от лукавого говоря сегодня одно завтра совершенно противоположно Матфея 5.37 Но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх этого то от лукавого мы за объединение но только во Христе по Писанию об этом то нас никто и не просит с этими условиями им как раз и не нужны потому с такой легкостью избавляются от верных Христу чисто в чекистком духе кто не с нами тот против нас меняются условия игры и тактика и цель и все иное пора дельцам дела свои открыть и не таясь все разыграть по новой и выгода и польза могут быть сдают по новому крапленное за шторкой о добрых замыслах наполнит только пыль расплата же за подлость будет очень скорой мошенники попы тузы архиереи сдают епархии и бедных прихожан объявленным разбойником и под наркозом бреют но оправдание греха страшнее чем пожар про совесть говорить запрещено и Библия не вхожа к этой сфоре подскуливает главному упитанный щенок об истинном спасении никто уже не спорит срамные идолы в Израиле стоят и жертвенник в Самарии курица такие же священники в подрясниках допят но все в отступниках неверно и не чисто объединяться нужно кто же спорит и встреча первая у древнего колодца слова Иисуса с твердостью укоров сомнения развеют и разъяснят все скоро ту веру духа жаждущим испить и стать учеником единой церкви пойти на проповедь а не в затвор и скид взыскать того кто в ереси потерян нет во христе национальных вер но все едино в дивном организме мы дети божии и нас спасет теперь с избытком даровавшие верным жизни сообщества худые развращают нравы и делают подобным тем с кем поведешься вне церкви кто смог оказаться правым лишь во христе одежды не эритиков одежки 21 июля 2006 года Игнатий Лапкин мореви тоже она соответствует расправки 6 и Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос 3293 Часто с отцом Павлом из города Камня-Нааби принял ли его на служение епископ Алтайский? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин 16 ноября 2006 года отец Павел позвонил мне и рассказал, что на его звонок в епархию ответили с пренебрежением и цинизмом. От него требовали еще раньше покаянного письма. Он написал Прошло полгода Ему велели ждать Он ждет и иногда звонит Была уже и встреча с благочинным коммунистом Николаем Гордиенко Тот гонит его из своего благочиния А из епархии вдруг ему и ответили, что письмо его потеряли И чтобы приходил точно в указанные приемные для документов дни Еще раз убеждаешься, что сергианская лжепатриархия вся пронизана ложью и абсолютной ложью Кавычки открываются Со слов этой женщине по дороге в Гжатск митрополит Кирилл прежде всего отправился для очного свидания с митрополитом Сергием Строгородским А тот не принял его и предложил поговорить со своим секретарем Он так и сказал Обратитесь, пожалуйста, к такому-то епископу Изложите ему все, что хотите, а он мне доложит Конечно, он разгневался, ведь по завещанию патриарха Тихона митрополит Кирилл был назван первым местоблевестителем Таковым себя ощущал, но, будучи в ссылках, был не в состоянии вести управление церковью Когда появилась катакомбная церковь митрополит, Кирилл присылал из одной из своих ссылок послание В котором писал, что если эту церковь, то есть находящиеся в оппозиции отдельные приходы, некому возглавить, то он их возглавляет Все три месяца в Гжатске он Каждому желающему, будь он епископ, священник, мирянин, кто угодно Каждому, кто болел этим вопросом, готов был письменно или непосредственно разъяснить суть всего этого происходящего Свою переписку с митрополитом Сергием он отпечатывал и раздавал У меня тоже был экземпляр, где он объяснял суть происходящего Прежде всего обвинял Сергия в том, что он узурпировал верховную церковную власть И злоупотреблял этой властью починить церковь государству Таким образом осуществлялся замысел Ленина о разорении церкви изнутри С этой целью сначала они подняли на щит обновленцев Рассчитывая, что через них они разорят церковь Но тогда народ был на высоте Тогда действительно люди не ходили в эти храмы и называли их красными храмами В это время особенно необходимо было духовное общение пастырей Большая осторожность, чтобы не сделать ложного шага Не отрываться от церковного единства Кавычки закрыты Притча 16.18 По гибели предшествует гордость и падению надменность Притча 21.4 Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых Грех Исайя 13.11 Я накажу мир за зло и нечестивую за беззаконие их И положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей Иакова 4.16 Вы по своей надменности тщеславитесь Всякое такое тщеславие есть зло Учение Христова Чем других учу Сокровищница света ежедневно Святая Библия Не просто книга книг Объединяющая нас с нечистой Евой Роднящая с Адамом каждый миг Но искушением и страху вопреки Был изведен я с лазаем из склепа И не было свободы для руки Чуть не ослеп, развязанной от света И на любой странице про меня Под именем Яным я притаился Рождением свыше можно поменять свой статус Если искренне молился И чтобы там не изрекли пророки Священство обличая и царей В меня те стрелы будто с ними проклят Спешу раскаяться сегодня же скорей О книга света Мудрости бескрайней Во свете Библии весь мир прелюбодейства Греховен Книгами ненужными отравлен Пойди и обличи Но не бездействуй Пусть даже мысленно на миг вообразим Что слово Божие бесследно вдруг исчезло Нет чуда с хлебом Нет святых корзин И канет канно С тем ж вином мы трезвы Нет ничего Ни притч, ни исцелений Беснуются немые по церквам Мир с Вартимеем заново ослепнет Так Библия святая прорекла 17 ноября 2006 год Игнатий Лапкин Благодарю за внимание На сегодня все С Богом С Богом С Богом Спасибо за вас